друзья всем привет приглашаю вас прогуляться по очень интересному красивому необычному саду саду тамары спасибо что пригласили в этом саду есть коллекция коллекция которая насчитывает более 200 сортов хост ну и других растений тоже много есть на что посмотреть чему удивиться посмотрите какой за нами фон это что-то потрясающее я уже на эмоциях и хочу конечно поделиться с вами этой красотой этот сад расположен в дачном кооперативе и здесь всего лишь 6 соток а растений 1000 пойдемте прогуляемся да скажем что это беларусь до беларусь грузинская область до дача 6 соток несколько вашей дачи дачи ну нам сложно сказать где-то лет ближе к 30 уже подходит ну как всегда начиналось нет у нас не было все как у всех грядки нет у нас всегда были уже начинались цветы но цветы я высаживала просто собирала несколько лет я собирала цветы в одном где-то в другом месте а потом уже начала постепенно все ну и в итоге сад это цветы вдохновление наша жизнь наш восторг наши эмоции наше здоровье все наше здесь пойдемте пойдемте друзья посмотрите какая здесь входная зона я только зашла и сразу начало ахать и охать тамара вот это чудище лесное это можжевельник хорсман да сколько ему лет уже более двух метров высоту сколько лет сказать сложно наверное лет 7 первые годы он сидел очень медленно ну а сейчас вот этот буквально год красавица мою высоту я не скажу чтобы были редкости нет экзоты а такие более редкие растения у меня все-таки встречаются вот хочу обратить внимание скумпия это карликовая скумпия красивая это не будет у меня есть огромная большая а это вот такая маленькая мне нравится вот этот бордюрчик очень красиво с берисклета форчуна это вечно зеленый вот смотрите что я сделала вот и я кому-то на заметку высаживала в горшке черенки по три штучки одного цвета другого когда они уже принялись я плотно где-то на стоять 10 сантиметров высаживала их желтый и белокаемленный и вот сейчас бегу хотела рассказать вот про эту елку обычная ель да скажем будем идти дай и рассказывать про растения ее я вырастила из семян вернее не я вырастила птички посеяли и вот я то есть птички принесли вам голубую ель я работала когда на заводе озеленителем много лет назад и там вдоль дороги были посажены входная зона к проходной было посажено из голубых елей и вот видимо от них и получился вот такой их несколько было я немножко вот делаю ярусы я вижу очень красиво да вот там с той стороны будет наверно больше видно эти ярусы сильно я к ней не лезу но видно здесь солнечная сторона она побольше а здесь выровняется так что сколько много растений здесь пихта я вижу корейская красавица что за гортензия гортензию покупала как грандифлора какая и конечно же это никакая грандифлора этикетка даже висит на ней я розовеет да мне кажется это тордиво все-таки большой сильный кустик очень красиво смотрится со злаками мне кажется это идеальное сочетание злаки и гортензии его я даже и не подумать не могла таком сочетании клопагон так спустимся солнышко отвечает вот какие огромные листики кстати клопагонов у меня ну немного но есть вот вот с этой стороны у нас тисы вы тоже их выстригает с таким заборчиком уже взрослые экземпляры до первый год я их начала стричь но это вот везде рекомендуют в литературе что тисы живые изгороди сделать нет нет еще раз нет это очень медленно растущие растения этим тисом порядка 20 лет и вот как вы видите ничего в них нету на живой ждать 20 лет чтобы делать и живую изгородь конечно же нет а здесь такая уютная зона это яблонька под ней лавочка муж у вас делает все эти поделки из дерева очень красивые зона отдыха друзья посмотрите это что-то с чем-то тень очень важный элемент в саду и конечно молодом их нет вот люблю здесь здесь всегда даже ветреную погоду здесь нет ветра так уютно так тихенько правда и смотрите какой сразу открывается у нас обзор там я смотрю гехер очень много сортов здесь хвойные с многолетниками дорожка из газона очень красиво все ухожено друзья просто не вижу ни одного сорнячка сколько труда они не дружат отлично со мной бы не дружить здесь так это у нас уже отцвела гипсофила барбарис аккуратненький красивый я прошу прощения здесь это кумба выдержана в таких бордово и разного оттенка зелень и если бы здесь было именно как вот заявлено на на этикетке гранди флора она бы не так смотрелось у гранди флоры кисть набитая а вот это вот такая разряженная она создает объем дополнительный и воздух но и рядом красавец клопагон давайте подойдем давайте еще не цветет но он и так прекрасен уже взрослый там красно-листный так это зелено-листный соцветия будут больше метра свисать не спадать здесь что-то выстрижено из-за можжевельника варригатные варригатные это андора варригата я так вижу по цвету до сорт андора варригата зеленый мягкий хвоя такая туевидная кстати расскажите нам вот про эту красоту бузина бузина имя если надо просто взять этикеточку в чем красота этой бузины она растет колонной да вот это сам лист просто нет слов она даже цвела у меня в этом году но не нужно ни цветение ничего и водка я повторяю что здесь бордово там немножко барбарис поддерживать цвет он более яркий за гортендию у меня растет берисклет который тоже окрасить под поддерживать тему барбариса с той стороны у нас мы смотрели клопагон краснолистный бузина и злак веник хэви хэви металл он тоже идет с бордовой листвой ну и поддержание немножко хризантемы и вот салатовый разных оттенков зелень но за счет злаковых трав вот это что у нас это сосна покупала я ее в польше игл микс просто маленькие стаканчики по одному евро без названия но я ее обожаю такая какая-то я сразу обратила внимание длинная игла и она таким яйцом формирует свою крону не подушкой не горизонтально вот таким вот такая необычная до несколько купила вот этих игл микс это асока пальмолистная красивая вот все всегда на нее обращают внимание на она действительно красивая она держит форму но у меня здесь знаки все которые не расползаются ну культурные вас не данная когда здесь зона с гейхерами очень красивая что это за сорта это по моему идет что-то и это идет по моему что-то из карамели что-то там мармеладка наверно какая-то да там бонзас ну в общем я не сильно в названии гейхер потому что я их мало различаю такой нюанс гейхером нужно все-таки полутень выгорают да казалось бы здесь такое затененное место но солнце целенаправленно сюда вот попадает поэтому я высадила вот бордюр из желтой туи я его буду состригать березка повисла очень красивая привитая на штамп наверно да 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 тоже недалеко от входной зоны так здесь туевик сколько ему ой тоже наверное лет пять покупался маленьким p9 уже такой шарик нарастает красавица такая необычная хвоя как мне не нравится но у меня приживается пока вот у вас варегатный да ну красиво вот у него сама интересная структура веток правда очень красивый тоже люблю здесь дорожка окремлена можжевельниками это blue carpet я вижу похвой да я вижу я знаю я свои можжевельники узнаю в любом саду вот что что можжевельники да немножко состригала чтобы на дорожку не шли пойдемте дальше здесь еще такая необычная зона и друзья там еще много всего интересного очень много особенно обратите внимание на эти гортензии гиганты монстры очень много хвойных наверное больше чем хвост мы все идем идем у меня где-то порядка 150 плюс вау это еще одна горная сосна сорт не знать полмиллио ну похуй знаете больше похоже на мугус вот у меня могут она стелется до веточки горизонтальной земли идут в стороны вот у меня так могут увидеть об умели его стоит вверх она такая да чуть-чуть сбок опять вверх таким шариком она будет да это могут и я даже по иголочке вижу мне тоже такая вот игла немножко закрученная у мугус вот интересно его тоже не часто встретить что за сорт сорт наверно там есть этикетка есть давайте посмотрим давайте так его швейцарская супер я даже знаю в каком вы питомнике купить да потому что я на нее уже посматривают давно но питомник далеко от меня я гаю в шарик и не могу никогда ехать я туда смотрите еще какие декорации у тамары интересные это все ваше творчество да вот недавно дали мне колонки две штуки и вот мне кажется сад без декора скучноват такие ведерки маленькие аккуратненько это чайник чайников чайники что-то отчетки почему покровники чайник тоже какой-то красивый мельхиоровый по серебрением до блестит я вижу ничего себе красивый рисунок еще такой горлышко кстати тогда вот уж давайте это где нашли это подарили осторожно горячий горячий что тут все это пожарника я так понимаю но ей в обед 100 лет ну да 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 без пуль гортензия пинг даймонд судя по этикетке ну пока наблюдаю розовеет краснеет она розовеет до розовеет но на капризная дома вон уже подгорает да не распустилась а уже подгорела у нас очень сильные туманы очень большая влажность влажность у нас 85 95 процентов а для горты утром встаем и прямо висят гроздями вода самосейка а вот и позволяют да это вербельник завести его было крайне сложно сейчас он сеется и я им просто любуюсь еще один колба я прощу прощения еще один клопогон я буду обращать внимание потому что посаду много барбарисов у меня тоже много ну как много для 6 соток где-то порядка 20 сортов там вы меня все больше и больше удивляет интересный барбарис это сеянец а мы знаем что барбарисы сеянцах не передают материнские качества это сеянец краснолистного барбариса очень красиво ничего себе весной какой я идет с яркой оранжевой каймой по листу осенью он опять появляется у него это кайма а летом зеленый возраста лада вода еще одна гортензия метельчата очень большая венса венсред здесь опять интересная фигура из бересклета форчуна вот такой посмотреть что это такое будет какой-то что-то необычное друзья очень красивая ой с этого бересклета я его просто обожаю но вот надо что-то формировать хорошая идея не просто шарики же у меня это вторая идея покажу еще 3 интересный экземпляр барбариса наташа и листики там мы прошли с красненьким разводом барбарисов много вот еще вижу какой-то на колес на 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 вот я сразу обратила внимание что листики очень маленькие потому что с другой строение высокий а этот вот ему уже лет пять хочу обратить внимание на вот это растение рик это беричина желтолистная беричина и в чем ее необычность она остается зимой с листвой да краснеет листва и стоит красный красивый куст это спирейка маленькая тоже это лучше какие-то до ель ель это не деформис и еще такая подделка у нас красивая так расскажите про нее это тоже муж ваш дела придумываю я делаем мы вместе вернее все такой скворечник тройной красиво и ручка много домиков и ангелов вообще свой сад я называю мой маленький эдем потому что много потому что это будет и соответственно в нем и ангелы живут ну и домики птичка тут ручка тут такая вешалочка перевернутая вроде как птичка что-то от люстры какая-то деталь я собираю все это поэтому здесь такой небольшой островок с большим количеством растений и конечно центр украшает метельчатая гортензия которая имеет высоту около двух метров это ванилла уже начала окрашиваться уже даже чернечить яркие цвета свои розовые ну подгорают потому что у нас стоит и жаркая погода и нет дождей и жарные влаги очень много по утрам и влажность воздуха здесь рассказывайте небольшая коллекция очутков очутков вот я вижу разного цвета они со светлой листвой приехал ко мне из паланги он розовый красивый да очень красивый ну вот такие вот всяко разные скажем так и у комис там дальше 1 ну как это луковичное растение на зиму его выкапываем ну конечно как же если гортензия то конечно же рядом должен быть злак поддержку цвета гортензии у меня эхинацеи их тоже немножко есть так что за гортензия тут такая шапка огромная из серии пан никто это такая это панзола это панзола у вас что с ней случилось бедняжка вот это что-то она вышла ну вот у меня такие шарики только не маленькие может быть я очень много оставили второй год для первого года послушайте у меня ее купил она у меня прошлом году я ее купил и она у меня за звена но поздней осенью в этом году мы вышла на три или четыре ветки я ее подрезала немножко и в один прекрасный день мы видим что моя гортензия сдохла полностью все побеги лежали вялые я срезала но уже побег шел и вот пожалуйста в июне месяце пошел новый и зацвел я не знаю что с ней шарики из ивы сделаны такие декорации дополняют тоже клумбу очень красиво почему плотно сидит здесь можжевельник да это колоновидный карандаш как я называю узко-конический будет идти поэтому он здесь сидит никому не помешает это спирея как она там за это топ-голд да 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 топ-голд вот такая вот интересно на желтая на меня это как раз что редкости не позже к что за петух что за петух где вы его взяли действительно каждой вещи мне можно рассказывать долго интересно у меня было как-то петух петушиная болезнь со всех концов света мне их присылали подруга была в польше увидела это приезжает раскатываю что ты мне не купила поехала в следующий раз слава богу его не забрали привезла расскажите про эту малютку какую вот эту вот что это спирея криспа какая интересная слушается карликовая она когда пол сантиметра листик пол сантиметра вот такие цветочки которые даже моя камера не может сфокусировать малютка-прималютка вот это вот как пузыреплодник это из литл карликовых карликовых да а это что такое это увлечения это вязь это такой вязь это это моя гордость это моя радость это мое все-все с ним очень длинная история была но не важно он у меня есть в этом году он как-то перешел в два ствола пока я его не формирую ему третий год из 15 сантиметрового черенка всего лишь на сегодня да супер эту травку это не сухая как некоторые иногда думают я привезла тоже из клапиды невероятной красоты лиственница которая сделана форме арки я так предполагаю да низ я просто вот немножко формирую шариками а здесь это видовая видовая лиственница быстро растет сколько ей лет ты 4 она за 4 до метров 5 да она за год где-то дала порядка полутора метров супер все я поеду за видовая лиственница мне подарили формирование так здесь у нас поделочки очередные ой висит смотрите такая клетка миниатюрная для каких-то птичек не знаю парбарисы тут и здесь виде камушков красивые гортензии молоденькие да а вот здесь закрылся кохей богателе богателе переводе безделушка эхинацеи такие необычные чисто белая красивая уже цветает но молодец выглядит необычно климатис нет это княжик княжик повторное цветение вот сейчас у него интересно ибо желтеет а просто потому что я ее пересаживала какая красивая да что за сорт это узнать вот написано его что его вавилон до вавилонская криспа маленький нюанс до и вы легко выращивать из черенка но они не любят пересадок до слова да все бывают случаи переносят мне пришлось буквально полметра и и перенести когда были сильные дожди земля была влажна это она но все равно нормально выживет еще злаковые травки расскажите высокие по два метра высотой такой сизый цвет у них голубоватый очень красивые мискантусы этот с белой камовочкой он такой жесткий такой можно порезать аккуратненько да но тонко листный так гортензии вижу пион у вас был до отцвел вот так это древовидный древовидный я вижу ножки там такие древовидные первый год зацвел покупался как белый оказался рубиновый как всегда у нас еще гортензии так а мы доход дойдем очень скоро а здесь такая полянка чуть ли не альпийская горка вот ненавижу слова альпийская горка каменная долина я это называю каменная долина но здесь растут все альпийцы слушайте ничего только нет ну здесь больше сотни наименований вот это коллекция вот это количество и они все все разные разного цвета оттенка все друзья лучше мой какая же эта красота вот манжетка хочу обратить внимание посмотрите какая маленькая мой мой приехала из риги садовод садовода найдет везде красивые красивые растения так что здесь у нас молодила как это такой паутинистый да у него еще там какой-то дальше название молодил много раз он гигантское какое-то здесь маленькие вот интересное решение кстати живучка криспо вот это малюха вот это вот жучка да вот она но на так я смотрю сильно тут у вас не разрастается хотя считается агрессором говорят что она у копаю то ограничивается все хотят а это что в дубовая поленок валялась в поленке то есть там нету сквозного дна вот какое интересное решение друзья возьмите себе на заметку из полена можно сделать необычную декорацию с растениями так вот это меня интересует такое мелкое мелкое это интересует всех и это нравится всем это тимьян тимьян и когда он цветет это сплошной фиолетовый красиво какие мелкие листики боже мой по миллиметру сплошной фиолетовый ковер кизимик тоже карликовый горизонтальный карликовый здесь можно сидеть часами а вот и скамеечка и рассматривать кто цветет кто на кого налегает где перерастает где что подсадить так бузульник бузульник малютка так бузульник хорошая гортензия тоже возведена так на второй план да да это тоже пересорт покупалась как silver доллар но это киушу это киушу я заметила да она не розовеет у вас да нет вот она беленькая цветет уже давно она зацветает одно из первых несмотря на свой большой рост сосна формируется наверное это лесная 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 сосна ну судя по стволу она очень взрослая то есть вы ее не сколько ей ей наверное пятый год принесла я ее сантиметров 20 и я ее специально иск она была дохлая страшно год сидела вообще живая но не но не росла я стала вытягивать ветки вот немножко формирую такими да 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 вот еще видите есть растяжка растяжка но у нее чем она необычная видите да иглы видите какие крученые да и синие такие вот специально в лесу дыхали к красиво получается и с ней видимо в дуб у нас здесь в лесах растут карликовые дубы которые ну такие зонтиками нам больше но вы все равно формируете я вижу обрезать вот сейчас да 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 оставляйте вверх красивый дуб я не будет большой я не боюсь были еще у меня дубы птички принесли но мы их вынесли в лес высадили так давайте покажем скумпию отойдем назад чтобы это так сейчас мы надеюсь это скумпия огромная при огромное дерево ну метров пять наверное да если не больше сложно сказать супер темно-листная сорта мы не знаем да кто-то когда-то черенка дали ой какая большая вот это дерево я хочу показать вам вот эти махрушечки вот они уже цвела розовая да супер вот смотреть на такие деревья я считаю и называю их эксклюзив чиками потому что ну не каждый такой себе посадить не у каждого она будет расти но считается не очень морозостойки кстати ну вот она вот бывает вот такой сейчас она вот уже зеленеет потом она опять покраснеет кстати ближе осень и супер вот это дерево я обожаю такие деревья красиво конечно эти злаки развиваются но я пока их как-то мало вижу в своем саду вот у вас гортензии много как это за но вот не знаю надо как-то несколько штук как-то надо созреть и это вот я подрывать немножко газона так прошли мы мимо что здесь за того и друзья посмотрите вот на этот вид издалека мы еще конечно наверно это обойти за день просто невозможно прокомментировать каждое растение очень красивый вид а какая там беседка друзья скажите что там еще вот есть такой риск лет крылатый да да вот ему здесь место есть да второй барбарис как бы здесь осенью это просто мескантус окрашивается тоже вкрас немножко красноты добавляет просто неописуемо так здесь вы формируете да я очень люблю неправильные формы вот он немножко скошен идет на бок я не люблю такие правильно во-первых мой сад не позволяет этого правильных форм у меня он такой творческий легкий что-то вот а это ту я скорее всего как это санкист не одновременно выращено поэтому что где-то сережки повесили на нее это оттягиваю ветки кипарисовик булевард наверное да ну хорошо у вас он себя чувствует у меня да похоже как на фастигиатную форму но нет конечно он пошире за счет связки я вижу там вот ниточки да очень красиво высокий где-то метра полтора метр сорок я думаю есть наверное если честно вот сколько задумалась я не помню откуда так вот этот огромный куст вы не поверите больше метров ширину это лаванда да только она не стрижена видно шариком с детства супер как кустарник хорошо буду выстрелом сайской до форме найти место и оставить мне как бы одну лаванду пусть растет вот таким кустарником все шарики вообще приручили лаванду в беларуси раньше они росла еще 10 года я укрывала да я знаю дело в том что мы привыкли шарики а я очень человек который не любит стандарты смотрите еще какое решение это его пурпуре на она вы также сверху делаете до такую горизонтали цей а немножко горелись побеги очень красиво смотрится оголяю побеги и в ухвойных для того чтобы под низом саду саду 600 всего 6 соток поэтому земли то надо я оголяю и там вот посмотрите прекрасно будет себя чувствуете расти гортензия диамантина а так тогда вот это будет по милю нет что что сосна а да вот это похоже на помилю да 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 я считала я не знаток в этих всех очень интересный пик я вижу это пехта конколор одноцветная да у нее длинная серебристая игла одноцветный с двух сторон какая она красивая какая воздушная прям кружевная кружевная и в окружении метельчатых гортензий опять таки вот таких мотыльковых соцветий и густонабитых это гранди флора фантом я вижу что очень большое соцветие ну это небольшой вот это одно 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 супер-супер хотя я на четвертую пятую точку я увидела кое-что что я пить его вот эту ель это ель вергата и да 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 супер я это просто какая красивая куда я так надо толстяны ствол жирные иголки так надо наверно нам с другой стороны солнца обойти а это что за гортензия такая вот это вот да вот это вот канделайт огромные соцветия 50 очень интересные одни полностью набитые гроздья вот здесь они уже подогнали да а там вот они ходят воздушные очень шикарная сорт огромные ну просто невероятно это вот одна из моих любви у меня все люблю себе ель вергата это сказка это что-то еще одна метель что лет там white ходить давайте идемте тут такие уголочки интересные смотрите дорожка высыпано песком и а что это мелкая фракция стружки это стружка мне когда-то я подумала песок нет мне когда-то посоветовали она покрывает коркой землю так не прорастает трава сорняк да вот еще один эксклюзив чик что это отойдем сюда что это береза точно я смотрю по листикам думаю ничего себе такая карликовая березка что за сорт есть там нету тоже череночком дали очень мы какая классная вот такие тоже хочу редкие экземплярчик заберите черенков супер а я смотрю листик березы думаю не может же она такой будет вот это фантастика фантастика огромный барбарис обожаю меня их два куста а и два метра высотой красавец яркие пинки винки тут столько гортензии вот посмотрите да вот такой фон и в каждом уголочке виднеется гортензии вот давайте так вот еще назад покажу вот там гортензии делают конечно тоже сад нарядным очень в конце лета а здесь у нас кумпия возвышается огромнейшая еще одна гортензия это вам первая гортензия мне ее привезли аж из москвы потому что у нас найти ничего нельзя было аккуратненько кустик высокий стоит такая вся а вот здесь начинаются уже смотрите хвост и разные маленькие вот такая зелененькая с белой кон . кому интересные хвост и можно на канале у тамары посмотреть там подписан каждый сорт до рассказан как или будет каждого сорта и у меня много еще коллекция папоротников есть сосна кедровая кедровая так аккуратненько тоже колонновидная как фастигиата все равно очень близко вот я вижу побег очень близко идет к основному стволу ну такая не широкая для такой высоты мне так и надо геркулес геркуль пытается затвести да у меня геркулеса не будет это который условно геркулес нет это геркулес а вон там было skyfall условный условно вот пузыреплодник достаточно редкий сорт оказывается кто ко мне приезжает и вот и коллекционеры были у меня ну они просто тут стояли кучкой и цветет весь куст розовый просто листьев не видно ну вот я его состыгла ну уже пошли новые побеги вот такой мелколистный очень интересная здесь вербейник лептровидный анимона японская анимона конечно быстро разрастается здесь еще лавочка в таком укромном местечке с подделками лавочек должно быть много для отдыха в саду правда однозначно здесь еще такая интересная композиция уголочек расскажите так формированные самшиты новый барбар пион он цвел коралл барбарис коралл я его немножко состыгаю но он держит форму и он сейчас и зеленоватый потому что недавно была стрижка яркую яркую листву я набрала малине аварийгатная и little лайм это лайм мой какой красивый а у меня аж вот не прижился фантастическое ой какое маленькое соцветие супер вот такое они в дуэте с травкой безумно красиво что за травка малине аварийгатная малине аварийгатная да листик такой у него гортензия конечно бывает моем саду я всех влюбляю в него и все едут покупать это крушина крушина вы видите это просто волшебство какое-то я немножко ее подвязала хотя не люблю никогда трех вяжек не 2 нож а до 3 3 ножки я хочу его здесь вот как бы чтобы она на ноге была и здесь у меня вот с кленом будет на кемут вазончик да я же не показала клен это тоже просто изюминка этого сада это клен на штамбе плюс вы еще наверное его подстригается немножечко шариком немножко но он сам по себе формирует такую форму я знаю да очень красивый но здесь его высокий большой экземпляр высота ну где-то два метра больше чуть наверно штамба и плюс вот эта крона я сразу зашла увидела его потому что я люблю такие растения но раз уже мы здесь стоим то хочу показать вот подойдите чтобы мы понимали да какая ель инверса в этом саду супер-супер сколько метров я не знаю сложно сзади за инверсий лиственница лиственницу срезаем уже верхушку она найдет высоту мне не надо уже мне вот эта высота достаточно так что осенью мы немножко ее опять так по этой улочке мы не проходили не так кипарисовик у вас горохоплодная да это скорее всего зеленый вид не желтый такой желтого ты желтого ты да вот может быть у него всегда но это окрас такой салатовый потому что вот у меня желтый и зеленый а это средняя но это все равно кипарисовик горохоплодный у него такая же ниточка хвоя нитевидная кстати очень слабо формирую он так вот практически растет я только чуть-чуть его корректирую но не быстро растущена на скорее всего сколько ему лет ну вот как и тому вместе я покупала с тем можжевельником ну лет пять нормально для пяти выглядит еще формированный у нас сам шит пойдемте дальше ну это white lady продолжение она на эту с другой стороны на клумбочки мы перешли так здесь у нас гейхеры опять бересклет форчуна слушайте и и высоту снимаете да и высота когда-то здесь такими с того угла я делала как тортик а здесь вот таким блин у нас потом форму сменился отлично вечно зеленая низенько аккуратненько как мне нравится так здесь надо показать его козья пендула на штамп привитая очень красиво тоже выстригается зонтиками да чтоб света больше было внизу снежную зиму ее положила полностью а вторую переломила ствол я забинтовала сразу живет так вот это что это такое красота это эукомис эукомис мы там видели маленькие сорта низком да да еще называют его цветок ананаса красиво не это луковичная на зиму выкапывается сохраняется это это тоже луковичная кальтония я решила с ней обращаться почему надоело не выкопала перезимовала прекрасно отлично все тогда будем жить так это у нас фантом с другой стороны это лайма она бывает ваймлайн фантом перга то верга то вот смотрите здесь хорошо сейчас передается цвет у нас не искажает солнце картинку это что-то с чем-то я хочу подойти так поближе и показать вам вот этот ствол стволище с мой кулак ствол иголки ты такой маленький приростик и вот вот это прирост этого года только посмотрите здесь сантиметров 40 не 50 50 и больше ничего как она интересно формирует чем интересен этот сорт что она может на расстоянии где-то полуметра выпустить ветку в одну сторону 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 потом в другую то есть вот как я и называю куда хочу туда торчу вот полностью оправдывает свое гейхер я очень люблю гейхеры кстати вот больше чем хост и все могу гейхер и коллекцию подарить да вот смотрите так вот какая разница да вот это он вот это зацвете сантиметров на 50 и вот в то же время смотрите раз но уже коричневые вот пол наполненная вот один сорт и вот один куст обалденно обалденно я люблю эти мотыльковые конечно гортензии мне несколько уже сортов и обратите внимание на пихту конколор одноцветную какой же у нее цвет сейчас подойду хочу иголочку чтобы вы увидели какая у иголочка тоже немножко прищипнули да 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 мой какой красивый цвет какой хочется ее лапать подарили мне тоже без имени без фамилии что это на 2 макушечки формируется извиняюсь до 2 побега у нее там наверху честно говоря я ее буду сдерживать только ширину и я дам ей расти как она хочет по-моему в этом и будет прелесть ее вам ее подарили да мне подарили ее в питомнике я спросил сказали пихта я говорю что за пихта на тайгу но она будет высокая потому что вижу по игре на твой век хватит на этом и все разговор окончен да а друзья посмотрите сейчас вам покажу обзор сада это что-то можно снимать не бояться что попадется чья-то крыша соседнего участка и тому подобное а вот такой пейзаж вы посмотрите и вот бересклет смотрите начинает чуть-чуть розоветь вот прямо по по через варегату вергату да 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 и вот он будет скоро малиновым это будет взрыв взрыв тут можно делать миллион фотографий каждый день они все будут разные и лиственница и лиственница какую красоту пропустили даже с бересклета тоже формируется так палочкой подвязывается да супер смотрите будет вечно зеленое растение занимает мало места вот такая колоночка да такой я вот я его смотрела смотрела на него и думаю как бы это нам не пропустить друзья но это что-то что-то невероятное здесь мы еще кое-что пропустили сосну только начинаем черная ну что мы сюда не заходи я уже заблудилась прошли столько дорожек столько всего так сосна очень красиво я очень колючая колючая игла вы только посмотрите на эту иглу я покажу еще больше в два раза еще дни еще есть это это за сорт интерес черная это просто полагах черно до сосна я взяла на садовых центрах в строительных гипермаркетах я посмотрела почитала характеристики думает что это очень большая думаю нет не будет рисковать ну если ее немножечко ограничивать 100 супер пока не трогаю меня устраивает ну и конечно это great star так я угадала вот так вот красавистика огромные цветы вертолетики как их называют и только посмотрите только посмотрите на эти размеры ли соответствующий огромный высота где-то метр шестьдесят ну и три года три года ну молодец правда я купила не десяти сантиметров она где-то с полметра был черенок но все равно не вырастают они в три года я сюда вот ее подозрила чтобы она мне вот вот этот вот пустоту и закрыла среди хвойных и слушайте ну композиция да такая уже состоявшаяся со взрослыми растениями лиственница сосна вот можно взять даже на заметку кому интересно отличное сочетание но гортензия разбавляет да да и она поднимется вот вверх будет просто фантастик разбавляет как интересно хвойные все с разным до с разной формой хвой да абсолютно они отличаются войны да пусть она считается листопадным да но это война и растения но это хвойные до сосна можжевельник зина краснолистная гортенсия туя желто хвойная тоже из черенка поэтому так я узнала его кто это можжевельник green carpet green green carpet и он у вас взрослый на смотрите он высовой высоту не снимаете нет он низ корослый колючий до ужаса я его узнаю с тысячи как говорили мне сказали хоть да покупала я его как ель не деформис нет но покупали уже ограничивается ну да там и высота сейчас небольшая стала он взрослый я так понимаю ему сколько ну 10 минимум ну вот видите да немножечко он набрал высоту у меня то где-то 67 сантиметров но у вас может 10-15 15 будет 15 потому что там я как подняла там его подушка какая да это green carpet вот теперь я знаю название новой гортой же барбарис этот барбарис я искала пять лет яркий какой яркий как как сказка какая-то как сразу кашки детской слушается да да обалденные цвета коралловый с желто-салатовым окантовочка обратите внимание окантовочка белая на этих листиках супер baby baby lace baby lace у меня не знаю успеет ли зацвести вот я думала успеет не успеет но вот успевает аккуратненько соцветие смотрите какое маленькое и сразу розовит маленькое соцветие так такое вроде бы воздушно состоит из двух цветочков но плотненько да то есть не совсем открытые эти фертильные цветочки классно мне нравится baby lace так это его козе с другой стороны еще один барбарис огромный уже взрослый экземпляр это его размеры ему в обед 100 лет то есть практически сначала дач на существование дачи вот от него там и пошли у меня некоторые так туя это rain gold да rain gold я себе недавно купила она очень яркая быстро растет буду тоже формироваться я не скажу что быстро да нет но она держит форму хорошо я ее чуть-чуть только состригаю уже поддерживаю а так она держит форму так что за гортензия красиво подождите ванила да правильно фрай смел бы сестричка ванилы да 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 ну и она такая более сильно сама держит свои соцветия но она у меня была зажата с двух сторон у меня здесь юки росли буквально неделю назад их выкопали поэтому она так получается что убрали юки все наелась я тоже я уже давно убрала о это что за такие как они называют девочки феи феи красиво на лиственнице летает ну вот начинается до хастари чуть-чуть только здесь я вижу раз сорта два три четыре пять шесть там семь пять шесть да там оранж мармелад так вот на эту хочу обратить внимание красоту бузульник брит мэри кроуфорд вот он меня растет здесь и противоположной стороны абсолютно разные хотя один и тот же сорт слушайся на только занимает место красавец для бузульников нужно тень полутень этот же на солнце себя показывает во всей красе и я бы сказал что не очень сильно и вянет ну и очередная сосна в ней три цвета иголки шелковые так сейчас не очень виден все расцветки белая на сосну веймутово это не веймутово я другое название нет это не веймутово то есть в ней зеленые белые и голубые сейчас этого не видно так сколько здесь иголочек много с пучка с пучка по моему пять штук пять штук по моему пяти да такая аккуратненько тоже форма фастелиата я вижу да 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 красиво очень красиво и на ощупь иголка шелковый шелково не настоящая здесь опять хосты гигантские посмотрите только на этот лист гляна будет еще раз больше еще будет больше еще растет это сан-эн-субстант вон смотрите уже какой лист выкручивая да 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 она будет больше это четыре года или три для хоста это не возраст здесь большие все такие сорта высокие это вазообразная такая компактненько ну и сосна что я говорила это она у меня немножко болела поэтому вот но и уже осенний же идет хвоепат уже пора и менять до ну вот следовать старуху так сколько это длина на 20 полных есть да 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 огромные иглы огромные вот смотрите да да вот ладонь и вот и вот вот игла супер что это за сорт не знаю покупалась без имени как всегда шикарно и сколько ей уже ей немного 130 высота сколько может пять максимум может пятый год покупалась где-то 10 сантиметров хвосты ой пахнут флокс люблю аромат флоксов мы шевельнули до потрогали я не запахли а здесь собрана у тамары коллекция карликовых хвост вы только посмотрите все разные что это тоже хвоста такой узенький тоненький листик вы посмотрите сколько здесь ну вот сантиметр два с половиной здесь малютки поменьше ой боже мой я не знал что они такие маленькие бывают я думала эти мышиные ушки самые маленькие оказывается вот мышиные ушки вот они да побольше а это ой-ой-ой-ой меньше подушечки пальцев листик и а как зимуют а вот сюда вот здесь я открываю этот парничок да да и туда вкапываю просто а другие косты которые у меня в горшках я просто ложу на бок под куст горшок и все лажу на вы просто чтоб воды влаги потому что погибнут от влаги она же замерзает портит а эти сюда просто они могут и можно и так будут зимовать но не рискует давайте я покажу общий вид задалека чтобы вы понимали размеры объемы трудолюбия человека садовода тамары и это все еще раз хочу напомнить что расположена на 6 сотках я сама не верю вот я хожу я уже мне кажется заблудилась несколько раз потому что здесь нет таких больших площадок для газона в основном дорожки и все в растениях в различных коллекций одного растения насчитываются десятки сортов свой сад я называю мой маленький эдем а стиль деревенский шик супер так вот я придумала так вот и у меня конечно же в эдеме ангелы в саду много ангелов и фей ну вот самое главное ангелина мы недавно и и сделали вот такая вот у меня здесь карта села да да мы здесь остановились да и пропустили этого ангела у нас продолжу когда дождик немножко освежил хоть здесь огромное количество просто супер от мала до велика вот такие карлики муж показывали малюточки можжевельник это мэйери скорее всего колючий голубая хвоя высоким сколько он живой два с половиной метра точно имейте ввиду подбит опять-таки хвостами ну это же хостариев конечно же да друзья на этом буду заканчивать и возможно в этот сад еще вернемся обязательно приглашаю потому что он другой конечно и он пополняется очередными новинками какими-то редкостями а это все интересно нам любителям садоводом всем хорошего дня и отличного настроения до встречи пока-пока